Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь, и сегодня мы поговорим о самых важных и актуальных новостях. Русская пропаганда теперь начала обвинять мобилизантов в том, что они сами виноваты, не позаботились о себе. И ты будешь про себя рассказывать, и командир у тебя не тот, и тебя не так подготовили, а ты сам как готовился? А что ты сделал на полигоне, чтобы быть готовым к бою? Или ты считаешь, что тебе все должны? А что ты должен государству? Что ты должен Родине? И это только самое начало. Немного позже они сделают их виноватыми в том, что они проиграли эту самую войну. Не Путин будет виноват, а те, кто не победил. В Беларуси, в городе арестовывают грузовики, на которых есть красная полоска. Дело в том, что это напоминает БЧБ-флаг. Именно поэтому они арестовывают водителей этих самых грузовиков. Нет предела маразма Синепалова неадеквата. Цензуры быть ни в коем случае не должно. Лукашанковский режим выживает частное предпринимательство. Поступают сообщения, что белорусские магазины больше не могут работать с ремесленниками. Причина – обновленное налоговое законодательство, которое вступит в силу с нового года. Согласно этим изменениям, магазинам при работе с ремесленниками придется платить налоги как по договору подряда с физическим лицом. А это означает подоходный налог и ФСЗН. Некоторые уже начали оформлять возврат этой самой продукции. А это говорит только о том, что ремесленникам некуда будет сбывать этот самый товар. А это значит, они прекратят просто функционировать. В Украине объявлена частичная мобилизация. В Украине заявили, что будут призывать более 300 тысяч боевых комаров. Об этом сообщил в своем твиттер министр обороны. Проект носит рабочее название «Москиты против москитов». Также произошла серьезная утечка информации из украинских биолабораторий. На видео зафиксирован процесс рождения боевых бабочек. В общем-то, Путин, приготовься. 300 тысяч мобилизированных комаров и боевые бабочки на вас нападают. В Иране за протесты могут казнить более 14 тысяч человек. Местный парламент большинством голосов проголосовал за то, чтобы применить высшую меру ко всем участникам протеста. В настоящее время под стражей находятся более 14 тысяч человек. В том числе и журналисты, активисты, адвокаты и учителя, которые были задержаны с середины сентября. Примечательно, что в последнее время белорусский недорежим активизировал контакты с Ираном. Буквально две недели назад в Тегеране с официальным визитом побывал так называемый глава МИД Беларуси, Макей. А пару дней назад в Минске прошла встреча, на которой представители двух стран договорились расширять сотрудничество. Дело в том, что это те же самые методы лукашенковского бандита. Дело в том, что когда все спокойно в стране, законы одни. Как только жопа подгорает у диктатора, они тут же начинают их переписывать. Вопрос тогда, а зачем их тогда писать? Появились эксклюзивные кадры видео с настоящим победителем чемпионата по рубке дров. Напишите в комментариях, как вы думаете, кто из этой толпы победил в этой самой рубке дров. И обратите внимание, как он собаку держит. Очевидно же, живодер. Белоруса задержали за следы от наклейки погоня на автомобиле. Сообщается, что преступники в погонах заметили автомобиль со следами отклеенной символики на номерах, когда возвращались с очередного рейда. И арестовали парня не за наклейку, а за след от этой самой наклейки. Они просто план пытаются выполнить. Первые экзикполы выборов в США показывают, что республиканцы, скорее всего, получат большинство в обеих палатах Конгресса. Ну а я вам напоминаю, из уст республиканцев звучат противоречивые заявления. От усиления военной поддержки Украины до ее полного прекращения. Байден уже заявил, что победа республиканцев на сегодняшних выборах будет означать ужасные два года для его правления. Губернатор Орловской области заявил, если мобилизантам не нравится то вооружение, которое покупает им губернатор, тогда пускай сами покупают себе то, что им нравится. Ну, знаете, пластмассовые каски не нравятся? Купи себе другую. Не нравятся резиновые сапоги зимние? Купи себе другие. Вот пишут опять, что с мандированием мобилизованных. Ну, вот, знаете, ребята, есть ли наши главы? Вот никто не задал вопрос никакой. Ни по одежде, ни по рюкзакам, ни почему. Точнее, вру, было одно обращение, что вот рюкзак порвался при транспортировке. Так мы для них сейчас заполнительно еще 250 штук. У кого порвался, приду, скажу, вот у кого порвался, несите, поменяю на новую. Никаких вопросов нет. Елена, Альберт, а ребятам самое дешманское оборудование купили. Елена, ну, вот, знаете, покупали по максимуму то, что было, другого ничего не было. Вот что, значит, десятки миллионов рублей на это потратить. Вот Андрей Климашин, опять про гнодирование. Ну, сейчас, ну, выдали деньги. Если кому-то не нравится, ну, покупайте сами. Я бы, что здесь, точно, знаете, ну, уж всем не угодишь, наверное, кому-то нужно. Но сейчас я знаю, что разгрузку купили хорошую. Русские оккупанты жалуются, что их чпокают кадыровские тиктокеры. К нам в телеграм-бот пришло видео, как это происходит. В общем, русским оккупантам, видимо, очень сильно нравится дружба с кадыровцами. Я хочу обратиться к Рамзану Ахмадовичу Кадырову от имени военнослужащих. Рамзан Ахмадович, мы все заодно, все делаем максимум для того, чтобы обочить нашу родную землю от фашистской нечисти и освободить наши территории. Но ваши люди, я говорю от ваших подчиненных, чеченцев, которые неоднократно были замечены в том, что применяли насилие военнослужащим ЛНР и ДНР. Естественно, мы все с уважением относятся к чеченским братьям, но имеют место неоднократные факты секретной насилия с их стороны над нашими бойцами. И это же предел, который выходит за все рамки. На этом фоне повысился уровень напряженности и возникают постоянные конфликты, которые ставят под вопрос выполнения поставленных задач, что тянет за собой высокий уровень смертности личного состава. Рамзан Ахматович, мы не шайтаны и не должны терпеть унижения чеченцев. Рамзан Ахматович, если вы реально хотите внести вклад в нашу победу, прошу уделить этому вопросу внимание и принять ответствующие мили. Они вот обращение записывают конкретно к Кадырову, уважительно обращаются, просят помочь. Кадыров вам поможет. Военная подготовка мобилизированных в России на полигонах в Беларуси. Одновременно с учениями в Беларуси эти русские военные убивали белорусских мужчин. И есть факт насилия над белорусской девушкой. На днях в Барановичах военные Российской Федерации сбили человека. По предварительным данным произошло это вечером в районе ТЦ Корона на Советском проспекте. Предположительно избитый белорус. На прошлой неделе русские военные, выпивающие возле автомобиля, застрелили белоруса. Ранее российские военные убили белоруса на границе с Украиной выстрелом в голову. Это был врач. И тишина. Ни расследования, ни заявления в средствах массовой информации. Нет ничего. Мы не знаем, что с тем белорусом, которого вывезли в автомобиле после выстрела в него. Они это все замалчивают. Потому что Лукашенко больше ничего не решает в нашей стране. У него нет власти, нет влияния, нет уважения. Он даже не таракан. Он просто гаутляйтер Путина. Российские пропагандисты утверждают, что Лукашенко проиграл выборы. Писали пост, хотели Лукашенко в жопу поцеловать, похвалить гаутляйтера. А получилось, подтвердили то, о чем говорят все белорусы. Диктатор проиграл эти выборы и находится в стране. И на посту президента нелегитимно. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и оставайтесь с нами. Помните о политических заключенных и родных и близких политических заключенных. Это крайне важно. Живе Беларусь! Слава Украине! Пока!